Здарова! В общем, не буду затягивать, из названия все понятно. Пять причин. Начнем. Первая причина – нет легалайза. И пока, знаете, весь развитый мир, он шагает в сторону легалайза, то в России происходят подобные вещи. Деньги из областного бюджета тратят на разные цели, в том числе на приобретение гербицидов для борьбы с коноплей. Наркосодержащие растения колосится в непосредственной близости от многих населенных пунктов, как борются с зарослями, которые по площади равняются территориям городов, узнаете из следующего материала. Подкосить бизнес наркодельцов на корню – с этим способен справиться трактор. Ну и далее, из первой причины вытекает вторая – это ментовский беспредел. Я тут давеча общался с одним гражданином Швейцарии, и вот он мне рассказывал, что у них как бы тоже нет легалайза, но полиция предпочитает заниматься более какими-то важными делами, чем ловить там на закладках или курильщиков ловить. Ну, закладок у них нет, понятно. Но суть в чем? Если увидели, что куришь там марихуану в общественном месте, то штраф там, продукцию изымут, но никто там особо цепляться не будет. У нас же тут недавно в чатике скинули диаграммку такую. У нас, получается, от 6 грамм идет уже уголовная статья. И, получается, все носят с собой на грамм больше. То есть, я вставлю сюда, и там такая горочка на 7 грамм идет. Это данные, конечно, за 2013-2014 года, но я уверен, что не особо поменялось. Ну, и этот ментовской беспредел, он, в принципе, выражается не только в этом. Он выражается в ущемлении вообще прав и свобод граждан. Это такие разгоны мирных демонстраций и подобные-подобные моменты. И все это сопровождается неустанным снижением уровня жизни. Я, знаете, приехал в Россию лет 6 назад. И здесь был достаточно хороший уровень жизни. Доллар стоил 30-32, что-то такое. Сейчас же доллар вдвое дороже стоит, а зарплаты, они не на йоту, вообще не выросли не на йоту. Ну, конечно, если верить Росстату, то они, возможно, выросли. Но в правдивости же Росстата, конечно, мы не сомневаемся, сомневаться и нельзя. При всем при этом, я как предприниматель с каждым годом плачу в пенсионный фонд все больше и больше. Там где-то вылезет видео, посмотрите, о налогах я снимал. А в свете последних реформ, особенно на благосостоянии пенсионеров российских, это, ну, вообще никак не сказывается. Далее, четвертая причина, все те же на манеже. ОПГ у руля страны продолжает международную изоляцию в добрых, скажем так, в добрых традициях совка, под рукоплескание граждан. Ну, в общем, жесть, жесть происходит. И это ОПГ постоянно создает какие-то законишки, чтобы все легче было подтягивать. Если раньше там какие-то нужны были более веские основания, то в свете последних экстремистских там статей, дел там за сохраненки и так далее, достаточно просто там фотки в интернете разместить и готово. Ну, поехали. И даже современная российская оппозиция как будто бы писана по книге Пелевина. Если кто читал Бэтмена Пола, то прям, я думал, то ли Пелевин писал по российской оппозиции, то ли вообще по обстановке в стране, то ли обстановка тех, кто у руля читает книги Пелевина и все делают, как он пишет. Кто его знает. Ну, и самое-самое главное, вот это вот рукоплескание. На самом деле, вот те, кто, я думаю, смотрят меня, более адекватные люди. И кажется, что, ну, и в кругу общения таких людей обычно тоже более адекватные люди. Но на самом же деле, большая часть населения вот эту вот херню всю поддерживает. Ну, и, собственно, становится как-то, как-то все не айс. Мне-то, в принципе, грех жаловаться, но я считаю так, что надо уходить не тогда, когда уже все совсем плохо. Надо уходить, когда еще не совсем плохо. Ну, вот и получается, друзья мои, что лозунг современной российской действительности звучит так. Нас ебут, а мы крепчаем. Вот и живет среднестатистический российский гражданин в состоянии перманентного стресса. Сильнее ебут, сильнее крепчают. Сильнее крепчают, сильнее ебут. И так по кругу. А я, я так жить не хочу. Ну, не сказать, что меня, конечно, сильно ебут. Но в плане налогов, знаете, ебут все сильнее и сильнее. Все сказал вроде, друзья. У меня куча роликов забанена Роскомнадзором. И я их попробую перезалить, а вы обязательно их посмотрите. Поставьте лайки и прокомментите опять, чтобы они поднимались в трендах и люди опять их посмотрели. И Роскомнадзор опять их забанил. Ну, посмотрим, посмотрим, забанят или нет. Ну, и, друзья, обязательно, фу, и мушки, мушки. Обязательно лайк, репост, все дела. И если у кого есть возможность, делайте донатики. И хочу собрать на стедикам, чтобы вот у меня телефон не стоял, а чтобы я там мог ходить и здорово все показывать. Потому что я пытался, у меня дрожащие руки. Ну, в общем, друзья, всех обнял. Пока. Пишите, что думаете, добавляйтесь. Обязательно забыл сказать, добавляйтесь в телеграм-канал. В телеграм-канал добавляйтесь, потому что прошлые 13 тысяч подписчиков, они просто в основном растерялись. А если бы они были подписаны на мой телеграм, то они бы не растерялись. Так что, друзья, подпишитесь на телеграм. Пока. Сколько у вас пенсии? Сколько пенсии у вас? Я в России родился. Я студент, мне не платят. Откуда ты вылезешь? Куда вы ведетесь? Светлому будущему. Какое светлое будущее. Идея возьмела паспорт и компания.